Всем привет дорогие друзья, несколько новостей у меня для вас сегодня, вот одна печальнее другой, новость номер один, задержан чеченец, который подрался с ОМОНовцами на митинге 23 января в Москве, мы все помним, да, эти кадры, как мальчишка, фамилия его Джумаев, вот сейчас она установлена самоотверженно, дерется с вооруженными до зубов полицейскими, кто-то восхищался этими кадрами, да, хлопали в ладоши и бла-бла-бла, но мы совершенно не подумали о последствиях. А последствия очень-очень печальными могут стать, на мой взгляд, и так вот сегодня он задержан. Вот этот человек пока, пока, даже МВД никак не комментирует эту ситуацию, на мой взгляд, там по всей видимости проводятся какие-то переговоры руководства МВД и руководства Чеченской республики. Мы все помним, что пару дней назад, когда стало ясно, что кто этот человек, да, что он чеченец, что его фамилия Джумаев, да, вдруг в эфире появилось видеообращение депутата Государственной Думы от Чечни, который недвусмысленно дал понять, что, парень, ты давай сдавайся, вот я не знаю, почему мои коллеги на этом никак внимание свое не заострели, то есть они освещали эту ситуацию, но как-то, на мой взгляд, очень однобога. А ведь на самом деле, если так вот проанализировать ту видеозапись, там звучали практически прямые угрозы, то есть человек так и сказал, что товарищ, ты давай сдавайся, потому что мы знаем, где находятся твои друзья, близкие, родные, даже отец то есть дал понять, что у нас в заложниках все твои близкие, родные, у тебя нет других вариантов, ты либо задаешься, да, либо, ну, пеняй на себя, предлагаю вспомнить это видеообращение. Мы с твоим отцом говорили, если ты эту позицию не принимаешь, если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина, ты напишешь в директ или свяжешься с нами, с моими друзьями. Мы всех знаем, так мы говорили с учащимися вместе с тобой в МГУ и с твоими знакомыми, они говорят, что ты хороший парень, твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию этих людей. И вот вы знаете, в данной ситуации такое очень двоякое чувство, когда не знаешь, что на самом деле лучше, вот что лучше, чтобы вот этого парня оставили в Москве, осудили, пусть даже приговорили к какому-то реальному сроку и отправили отбывать наказание затем, потом в Магадан, да, либо чтобы его отдали на родину, да, чеченским властям, тут вот бог его знает, что будет лучше для него на самом деле, потому что мы видели такие ситуации, как там с несогласными поступают. Не удивлюсь, если вдруг в случае передачи молодого человека туда очень в скором времени мы увидим, да, записанное какое-нибудь видеообращение, где парень со спуганными глазами будет приносить извинения публичные, дальнейшая его судьба будет, ну, неизвестно, ну, где-то там потом растворится в тысячах судеб, там, в сотнях судеб, да, таких же вот людей. Очень хочется, очень хочется, что думать, что даже там, в правоохранительных органах, прогнивших насквозь, ну, есть нормальные, адекватные люди, которые тоже это понимают, потому что, несмотря на то, что этот человек чеченец, ребят, давайте не будем забывать, что мы говорим, Чечня это часть территории Российской Федерации, давайте не будем забывать, что этот чеченец Джумаев, он точно такой же россиянин, как мы с вами, как я, как любой из вас, это гражданин России. И он имеет право на защиту со стороны закона. Вот, что хочется сказать, начинаем. Ну, и теперь предлагаю поговорить о вчерашних обысках, которые тоже случились в Москве, у огромного, вот, невероятного количества людей одновременно эти обыски проходили. Вот, честно скажу, для меня это было, когда пошла только первая информация о том, что в квартире Навального проводится какой-то обыск, а что они там искали? Вот возник у меня вполне резонный вопрос, очевидно, это общеизвестный факт, человек не появлялся в той квартире с июля месяца. Он как уехал в июле, потом мы знаем, что произошло дальше, был отравлен, улетел в Германию, по прилету в Россию домой он не поехал, он поехал сразу в камеру. То есть дома он не появлялся с июля. Чего они там искали? Для меня остается загадкой, при том, что до того как, до, значит, известных событий, которые начались с его путешествия в Сибирь, там уже проводили обыски, я думаю, что кроме пыли там ничего не добавилось. Но очень скоро стало еще смешнее, когда озвучили основание, точнее номер статьи, в рамках которой они просто обыски проводили, но потом всех этих людей задержали, сейчас, видимо, будут привлекать к ответственности. Это статья номер 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Вот чтобы вы понимали, я вам зачитаю, да, о чем эта статья. Итак, статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Вот вы знаете, если внимательно проанализировать прочитанную статью, это вообще не для этого случая. Она бы, наверное, больше подошла господину Потанину. В отношении известных событий, ну помните, когда на одном из предприятий, там на некой ТЭЦ, принадлежащей Норникелю, произошла утечка какой-то заразы. То есть они там тысячи лет не вкладывали в этот ТЭЦ деньги. Там все прогнило, разрушилось, дряхлело настолько, что произошла утечка огромного количества какой-то дряни. Эта дрянь попала в реку, река разнесла эту дрянь на сотни километров, убивая вокруг все живое. Об этом нам пропагандисты не рассказывали. Не рассказывали нам и о том, да, вот эти самые пропагандисты, что на берегах этой реки расположены какие-то деревни, в них живут люди, люди пьют из этой реки, их скот пьет из этой реки. Для них, наверное, было удивительно, что одновременно все деревни они начали болеть. Какой-то неизвестной болезнью. Возможно, даже кто-то умер. Вот туда бы подошла эта статья. В данном случае я не понимаю. Очередной абсурд. Хотя, ну мы же в России живем. Мало того, что эта статья очень труднодоказуемая. Впрочем, когда в России это имело значение. Нужно, чтобы был, да, формально какой-то повод для возбуждения дела, его нашли. Чтобы вот в этих документах формально был прописан номер какой-то статейки. Вот это все и сделали. Формально прописали. Я думаю, что даже следствие закончится очень быстро. Очень быстро состоится суд о мере пресечения. Очень быстро мы в обозримом будущем будем наблюдать судебные слушания. И, конечно же, наверное, какие-то будут приговоры, если общественность никак на это не отреагирует. Если вообще в общественность не выскажет в очередной раз свою эфи. Но пока я таких предпосылок к этому не вижу. Ну а то, что это цирк, он и есть цирк. Достаточно посмотреть, как, например, глава альянса врачей вчера к этому отнеслась. Значит, познакомиться с постановлением, восклицацией и вознакомлением. Может, у меня похлопать? Не в театре. Похлопать вам другие люди. Да ладно. На массу. Подождите. Вообще, конечно, понятно, к чему весь этот джаз, к чему все эти обыски, к чему все эти последующие задержания. Но, во-первых, это, конечно же, акция устрашения. Для того, чтобы люди увидели и тоже осознали, что, ребят, могут за вами прийти. Второй момент понятно. Что вот этими задержаниями ребятишки попытались исключить вообще возможность присутствия всех вот этих людей, потенциальных лидеров, скажем так. Да, потенциальных лидеров в массовых акциях протеста, которые, несомненно, еще будут. Потому что градус недовольства в обществе он достиг уже какой-то точки невозврата. И люди сегодня выходят даже не за Навального. Люди выходят потому, что они от этого устали. Мы об этом поговорим в субботу в реальной журналистике. Ну, а еще, я так подозреваю, от этого гораздо более смешно. ФБК же анонсировали там опять выход какого-то очередного фильма расследования. Видимо, искали носитель. Вот могу предположить, кто-нибудь, друзья, ну объясните уже этим клоунам. Что вот та эпоха, когда все вот эти вот фильмы, вообще любая аудиовизуальная продукция записывалась на видеокассеты. И вот эти вот видеокассеты там или диски, да, CD-диски становились носителями. Эта эпоха давно ушла. Сегодня любой фильм, даже многосерийный, даже очень-очень-очень продолжительный, да, очень-очень в высоком разрешении, тяжелый, да. Это просто маленький файлик, который нельзя пощупать руками. Он не бывает на каких-то носителей. Он может лежать где-то на серверах и, скорее всего, ФБК. Да, себя обезопасили. Он где-нибудь лежит в том месте, которое им недоступно. И он все равно в любом случае будет своевременно опубликован. Потому что для того, чтобы сделать его публично доступным, надо просто выполнить функцию нажать мышкой, да, кнопочку опубликовать. И кто-то это сделает. Вот и все. А вообще, конечно, что лично меня раздражает во всей этой аховой ситуации, скажем так, что это уже даже не какое-то там политическое возня. Не какое-то политическое противостояние двух противников, там, Путина и Навального. Это уже какая-то личная вендетта, какая-то мелкая подлая месть со стороны понятно кого. Потому что, повторюсь, хватали, во-первых, всех под это. Я могу понять, когда хватают там сотрудников ФБК. В конце концов, это сотрудники предприятия, которое создавал Навальный. Это его соратники в первую очередь, когда трясут их. Ну, где-то, как-то я хотя бы этот момент понимаю. Я понимаю, когда копают под Навального. Вот это я могу понять. Я не могу понять другого, когда начинают хватать, да, его ближайших родственников, его жену. Который не является публичной персоной от слова вообще, да. Она, в принципе, не публична. Она, в принципе, да, ни разу нигде не высказывала своих каких-то политических претензий. Она просто жена Навального. Даже и ее трясут, да. Или когда там не просто трясут, а еще и задерживают брата того самого Навального. Который еще менее публичная персона. Который не имеет никакого отношения к ФБК. Который вообще никак ни в чем этом не участвует. Который отсидел свой срок. Да, все. Он отсидел свой срок. Какие к нему могут быть претензии? Его приезжают, обыскивают, хватают, задерживают на 48 часов. Увозят куда-то за что? За то, что он Навальный, простой комикс. Ну, никому ничего плохого не сделано. Вот здесь становится совершенно понятно. Просто бьют, да, в самые больные места. Бьют уже по-близким. Я не удивлюсь, что там через неделю эти ребята приедут там с обысками к старушке матери, будут ее крутить. Я бы не удивил, если бы у Навального были какие-то маленькие несовершеннолетние дети. Наверное, и для них нашлась бы какая-нибудь уголовная статья, и их бы посадили. Придумали бы за что? Потому что у этих людей совершенно нет совести, у них совершенно нет тормозов. И вот вы знаете, сегодня я, например, Алексея Анатольевича понимаю, в каком случае, помните, некоторые время назад, все ватники в первую очередь, ну и некоторые, те, кто не являются большими поклонниками Алексея Анатольевича, каюсь и я был, да, в их числе. Когда человек отправил свою дочь Дашу, по-моему, учиться в США, и мы все возмущались. Почему в США девочка поехала? А вот сегодня я понимаю. Представляете, она бы училась в российском вузе. Да ее бы затравили сейчас, ее бы отчислили уже сто раз под каким-нибудь надуманным предлогом, да, заклевали бы там всех ее друзей и подруг, да, заклевали бы всех ее педагогов. То есть на нее бы сейчас такую бочку катили, а тем, что он ее отправил учиться за границу, он ее как бы обезопасил, что ли, выключил из этого процесса. И вот молодец, длинновидный мужик, ну а подлость режима, в очередной раз мы убедились, что он просто не знает границ. Как-то так, спасибо, что выслушали, хорошего дня.